друзья всем привет с вами рима сегодня у нас очередное видео игры под названием star citizen 5 3.0 игра находится в альфа версии и на сегодняшний день на немножко они улучшили оптимизацию я в курсе то что можно игру запускать без интернета но я этим не занимаюсь потому что данный модуль данную демку практически каждый день обновляют и что-то там новое добавляют так ну что ж погнали и конечно же я не считаю что будет правильно если буду играть в оффлайн версии где не все аспекты игры как говорится показано в видео и настоящего ps вот он у меня показать 30 ps к сожалению но это уже получше чем было ради наших предыдущих сериях так я себя купил недавно броню а надел себе мне кажется мне разная броня стоит то есть армор один руки другие шлем вообще третий ладно пойдет и так погнали лучше мы с вами хотя давайте примерим вот этот броню мне вот этот броня нравится она такая знаете rsi понятно винтур андер сует или андер саут правильно как пишется мы эту броню можем принципе примерить если если меня игра даст это сделать да вот так вот эта броня выглядит я могу поворачиваться да да я надеюсь что я смогу поворачиваться да прекрасно довольно легкая броня полубоевая мне кажется или или наверно это на этой броне мы не повоюем как это исследовательская надо кстати почитать бы описание этой брони да 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 так все спасибо я больше не хочу этот пожалуйста f нажмись f вернись кстати ну мы можем принципе эту тоже броню купить либо а как можно купить сразу все то есть ну давайте ладно начнем со шлема шлем стоит 450 кредитов покупаем зажимаем f еще раз и покупаем броню хорошо потом нам надо еще руки взять можно руки купить спасибо подвисает жестко а все-таки эту игру надо ставить на ssd диск но у меня к сожалению мест не хватит на моем ssd где там находятся другие игры и прочее так ноги возьмем тоже ну рано или поздно я на себя потом приобрету а вроде бы там еще и если создать intel он он гребаный насос какой дорогой ребята вы покупать еще и получает какой-то там стелс корабль а потом может быть куплю или не куплю посмотрим так да ноги ноги можно купить ноги ноги можно купить спасибо за 700 так теперь нам надо это дело найти в f1 нажимаем f1 купленные вещи по сути должны здесь появиться но когда вспомню как он называется он называется вентур алекс вентур короче ну по крайней мере сейчас реально получше и отклик я кстати нахожусь кажется на американском сервере там поставили как бы это ни казалось но для меня американская сервер намного лучше чем другие так вентура 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 я не вижу вентуру а вот она вентура можно вот вентура да прекрасно так армор так это у нас во пенс нам не надо в пенс нам надо еще тс-4 за что такое так это это нам не надо вентур кор а он нам показать что какая-то ошибка у нас произошла хорошо вентур лег лекс прекрасно это ноги и отлично вот 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 этой броней мне кажется будет получше так вентур лекс вентур кор и шлем вентура это просто невероятно сохраняем ну что ж теперь смотрим как мы выглядим вот куда я понимаю вот это я понимаю хотя мы сможем и вот это вот тоже взять более такой знаете кларк defense называется компания cds а такая боевая экипировка ладно мы этим потом займемся слушайте ну мне нравится честно просто обалденно так давайте тогда возьмем попробуем купить себе еще и оружие но мне нет оружия надеюсь оружие есть у нас привет спасибо агей кстати я я к ней заходила на она теперь мне говорит не привет а говорит рада видеть тебя еще раз снова представьте ребята так это по всей видимости ванду у нас то есть уже даже это дело проработали так что тут у нас какие из пушки galen energy rifle энергетическое оружие здесь у нас с миджи а с чем снайперская интересно так там уже идет просто автоматы вот это вот я бы примерил в как классно выглядит смотрите ребята обалденная пушка так вправо а если влево влево есть я могу управлять осматривать пушку беру беру спасибо большое так антирс патроны где надо покупать еще так как это у нас бета нам вернее альфа вернее а нам разработчики дали возможность как бы побольше виртуальных денег что мы смогли опробовать себя в разных ситуациях то это у нас до вистатор energy тоже энергетическая этот smg вот это вот тоже пожалуй возьму ну-ка давайте примерим но это последний для ближних боев а штурмануть кого-либо там взять на абордаж и прочее очень красивая пушка мне нравится ну давайте возьмем тоже ребят вы не переживаете где-то месяца два три уже будет мне кажется открыта альфа и там уже будет намного лучше все это дело выглядит я почитал последний комментарий там такой бомбеж комментариях все писали что я типа там кого-то развожу ребят я никого не разужу моя задача еще раз повторюсь показать вам тот или иной контент ту или иную игру которая то есть люди которые ну хотят купить но они не знают что они покупают они не заходят на официальные сайты по я бы тоже не захотел бы посмотреть просто сторонний ролик и придел бы уже решение а я не говорю вам что покупайте обязательно берите я вам просто показываю продукт то есть для тех ребят кто бомбит на меня что я там типа этот агент криса ну я не знаю что вам сказать так ладно давайте экипировку возьмем оружие мне кажется нам надо вот здесь вот достать так energy без энергетический пистолет я вижу он у нас уже экипируем у нас есть магазины energy rifle я чуть-чуть здесь не знаю что что надо делать но у меня кажется прямо тип экипировать можем мы прям по этим слотам что-то не жестко прямо это снайперская винтовка кстати энергетическая здесь у нас появилась по сути вот она перена найти так это у нас 30 магазинов п.а.р. нам надо еще магазин экипировать представьте ребят как как это все дело доработано энергетическая снайперская винтовка а вот она батарея снайперской винтовки баллистикс баллистическая это у нас галент energy rifle вот он но я его экипировал да вот он сзади у меня за спиной только он не до конца у нас почему-то показывается мы взять в руки конечно же оружие не сможем наверно пока мы здесь находимся ну пушка у нас за спиной смотрите как она классно выглядит до крепление правда не до конца было сделано надеюсь это дело исправит как наконец-то восстановит фпс мне фпс жестко падает местами жестко прям падает ну что ж погнали куда-нибудь полетаем созвездие вызови давайте полетим в елу наверное да сейчас мы обратно тогда сядем здесь у меня вот карта открылась ладно раз мужу встали ребята давайте вам покажу свой корабль а здесь у нас метод сек а вот потом у нас генератор щита находится справа вот он шилл дженератор что в переводе здесь еще генератор считает а говорит о том что если кто-то нас будет брать на абордаж они сразу будут пытаться стрелять вот в эту местность и генератор щита будет выведен из строя здесь у нас столик здесь мы можем присесть разные шкафчики я правда не завод это что такое это же а это походу душевая наверно или чё в последнем месте это тогда это у нас душевая ребята мы здесь даже можем принять душ после очередного рейда так здесь наши шкафчики мы сможем хранить свои личные вещи мне будет своя личная команда когда игра выйдет в тысяч тридцатом году ой прошу прощения когда игровые 2018 году или в девятнадцатом хотя восемнадцатый уже вот не за горами да так это наш грузовой отсек он у нас здесь открывается полностью мы здесь можем и ровер свой поставить так здесь тоже какие-то непонятные отсеки и сзади и самое интересное генератор гравитации смотрите то есть его тоже вроде бы можно вывести из строя я кстати патрона с собой не взял самое самое интересное я с собой патрон не взял на эту пушку и у нас что-то прям с прицеливанием какие-то проблемы до из фопса впрочем как и обычно так ну и вот это вот маленький плохая и называя мы сможем потом его либо отправлять либо куда-то идти а вернее вылетать на какие-то там задания прикрытие так далее так ну что ж ладно погнали мы еще куда-то летим кстати и сейчас повторюсь питью ребят версия это просто убийственная версия она была в община ради того чтобы оптимизировать сетевой код ну и конечно же это первые первые шаги и то что вы видите у себя на экранах это демо версии это еще не игра про готовую игру еще рано что-либо говорить так что-то у меня понесло в разные стороны так я надеюсь сейчас у нас карта откроется давай родной ты сможешь ура карта открылась все выбираем елу ставим set destination это вроде бы ледяной спутник планеты ну что ж погнали пошла мазута отмечу топлива очень быстро заканчивается в этой игре отлично начал ну что ж поехали давайте куда им сядем эх star citizen ждал я его еще как сколько я уже жду четыре года кажется на я жду эту игру вот хоть что-то выпустили это полноценно поиграть мы сможем наверно так знаете без лагов без багов мне кажется минимум через год это вот вот с этим контентом хотя возможно может быть они самое трудное уже преодолели это сетевой код это собственно старт инжен да его именно так и сейчас называют игра написана на крае инжена но крае инжен был переписан полностью изначально судя по их словам не знаю правда это или нет и компания край тег многие ребята которые там работали они сейчас работать над этой игрой их наняли правда не представляю сколько будет игроков на одном сервере по последним данным я смотрел там чувак говорил про альфу версию отмечу альфу версия там типа будет на одном сервере находится 60 игроков либо в одной локации может быть я неправильно перевел но вроде бы там об этом говорили но это изначально как бы не планировалось они же типа хотят сделать экономику как в еве и типа один сервис я делала правда не представляю как будет происходить огромные баталии на огромных кораблях и маленьких и больших и средних и все это дело в одной локации как все это дело затащит я не представляю ладно понятное дело то что и в онлайн там как говорится другой концепт там не симулятор а здесь идет симулятор сказ с каждым болтиком с каждым креслом вот каждый кто-то там что-то прыгает бегает я не представляю как это будет выглядит еще и с открытым миром полностью открытый мир без каких-либо загрузочных экранов вот это вот большой вопрос по сути мне очень много вопросов по этой игре хотя я тоже слежу за новостями я многом не знаю я прям не слежу прям пипец там каждый это там туда-сюда вот три вас нет ребят а у меня есть дела более важный до кроме этих игр и я просто комментирую то что я вижу а вижу я пока что нихуя если честно то есть спустя эти долгие года пока еще ничего не не сделай ну да сделали открытый мир дамы сильно на планету ну я считаю я думаю я надеюсь на это то что самое сложное они уже преодолели у них были проблемы с внутренней политикой с тем что многие уволились многие поменялись они делали одну и ту же работу разные команды то есть вот такая вот у них байда была вроде бы сейчас они все наладили и каждый человек знает свою работу только вот вопрос когда выйдет стартите мое личное мнение более играбельная игра будет через год через два года уже можно в принципе проводить время тут уже все зависит от наполнения контента так ну что ж можем входим в так называемую атмосферу хотя здесь есть атмосферы нет я честно не знаю как можно посмотреть эту планету какая там гравитация как вылитки если атмосфера сколько там железо металла а куда мы сядем то принципе любом и место можем сесть может так довольно хорошо приближаемся фпс стабилизировался правда когда окна переключаю мне начинается проблемы все работает все прекрасно а по буду вопросов того что игра вы игра выйдет ребят безусловно как бы это факт то что это реально выйдет ну вопросы в другом потому что огромное проект амбициозные то есть если бы я не купил эту игру я бы как бы ее не снимал да то есть я и купил значит я знаю что она выйдет я просто а греш не покупаю боже 5 fps о 20 30 fps прекрасно заходим самое главное не разбиться сушки а так чё красиво я камеру отдель отдалить не могу что ли не могу ну хочу дать должное то что красиво сделали посадки очень красиво ледяная планета это просто невероятно тучи красиво смотрится походу есть вот какая-то атмосфера н р в этой игре есть в плане твердим потихоньку садимся не торопимся торопиться нам некуда так мы вроде бы вошли в атмосферу один тенец в переборах написано сколько гравитацию этой планеты или нет может они написали проступа не вижу и все нам говорят рекомендована скорость 2000 у меня далеко не 2000 что тут походу они намудрились с этой скорости красота такая тишина да прям атмосферность тихо опасно надо правильно сесть спокойно что прям в лед сядем на на лед ребята давайте на лед прям сядем выпускаем шасси давайте от третьего лица съедим что глушить будем нет давайте заглушим двигатели мы можем зажать f и выйти x8 либо зажать alt f ребята можно сразу горячей клавиши выйти ладно погнали самое главное чтобы она мне не убила мы типа высадились на какую-то чужую планету мы не знаем что нам здесь ожидать смотрите слышите да вот это четко не сделали наконец-то убрали вот эти вот звуки кто там говорил что звуков нет в космосе это же вакуум вот пожалуйста вот это обалденно не сделали реально мы мы слышим только отдачу от скафандра как бы и все вибрации все но это просто невероятно вот здесь ты начинаешь думать блин все-таки я конечно недоволен по пейсом но вот от этого увиденного ты думаешь я готов ждать эту гребаную игру именно ребята в этом моменте напишите в комментариях если вы тоже об этом подумали или же если вы подумали что у нас зала хавали как многие пишут наде как урон проходит по кораблю пипец я думал я опять вылетел невероятно скафандр да если снимешь скафандр сразу погибнешь многие писали а что будет если ты снимешь скафандр не на станции то есть не в станции вернее внутри конечно погибнешь как мне ничего не будет ты просто тупо погибнешь и все мне ну что ребят красиво очень красиво мне понравилось будем ждать остается только подождать и все мы заплатили деньги теперь ждем товар а товар конечно будет очень еще долго к нам идти судя потому я вижу это почта россии 2.0 ну что ж дорогие друзья это была очередная серия игры под названием star citizen 5 юг слова я перезаписывал вообще это видео почти пять раз до четыре раза с половиной там и это видео наполовину записал на одном сервере потом я вылетел на план записал на втором сервере вот так вот сквозь слезы все это дело я кое-как собрал и записал я надеюсь вам понравилось данное видео прохождение если так то обязательно поставьте лайк этому видео я вам желаю удачи ждите новых видео но если у вас какие то есть вопросы пишите в комментариях обязательно я это дело рассмотрю всем удачи а я полетел дальше удачи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok